В втором месяце была свободна должность заместителя председателя исполкома Курильевича в вопросе сельского хозяйства. Сегодня я вам представляю уже в должности заместителя, сегодня подписал Константин Андреевич соответствующее распоряжение, в должности заместителя Торнера Николая Васильевича. Я должен сказать, что это не только мое мнение, это, наверное, и оценка соответствующей администрации президента, за это время Николаю Васильевичу многое удалось сделать в Жабенковском районе. Это один всего для наиболее экономически стабильных районов. Действительно, за годы работы в должности председателя Жабенковского райисполкома Николай Токарь сделал достаточно много, чтобы, оглянувшись назад, сказать самому себе. Я сделал все, что мог и что умел. Регион один из лучших на Брещене. Хотя пятерку себе и своим подчиненным Николай Васильевич так и не поставил. Работа еще не початый край, а иначе быть и не может. Поэтому новое назначение воспринимает, как возросшую во сто крат ответственность, уже не только за отдельный район, но и за весь Берестейский край. Надо закончить разговоры о наведении порядка не только на земле, но и в сельскохозяйственных кооперативах, сказала Александра Лукашенко, благословляя в добрый путь новых чиновников. Железный должен быть порядок. И за это вы отвечаете. Николай Токари, ныне контролирующий сельское хозяйство, уже готов взять на себя эту ответственность. Мы должны серьезно заняться экономическими показателями в сельхозпредприятиях, серьезно сделать анализ, посмотреть, поработать по снижению затрат, по снижению издержек на производство продукции. И, конечно, тем не менее, наращивать производство продукции. Мы еще не достигли того уровня, который могли бы иметь на Брещене. Конечно, резервов очень много, их надо находить, их надо решать. Во главу угла Николай Токарь ставит прежде всего такие вопросы, как наведение порядка на земле, на мехдворах. Нужно продолжать работу по реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм. Именно эти направляющие стоят под особым контролем у нынешнего куратора агропромышленного комплекса Брещены. Первый шаг – это сегодня думать уже о севе весеннем. Думать о зимовке, полноценной зимовке скота. Мы должны разобраться с кормами, должны сделать хороший полный анализ с тем, чтобы получить в зимний период максимум животноводческой продукции. Молоко – основа основ любой экономики, любого хозяйства. Если нет сегодня достаточно количества объемового производства молока, там нет экономики. Поэтому мы должны основу, как и вчера президент озвучил, молочное скотоводство – это главный критерий работы на селе. Тем более, что очень много внимания уделяется модернизации ферм в последнее время на Брещене. Вводится реконструкция, ведется модернизация ферм. Это основа экономики – животноводство. А уже дальше складывающие отсюда, слагаемые, сопутствующие. Поэтому животноводство – основа внимания. Если туда будет направлена основная задача. При весе, надое, качественной и полновесной урожай – за всем этим стоят люди, сельские труженики, которые хотят хорошо жить, учить своих детей, пользоваться благами цивилизации. Поэтому забота о людях, об их благосостоянии должна стоять на первом месте. Зарплату людям надо платить. Надо платить. Это главная наша задача. Зарплата должна быть выплачена. Но она должна быть заработанной заработной платой. Не просто так. Ее надо заработать. А чтобы заработать, надо сесть с карандашом и посчитать, куда мы тратим, что мы тратим, что мы сегодня приобретаем. Может быть, что-то ненужное уже купили и лишнее даже. Надо немножко приужаться, затянуть чуть-чуть ремешок, но зарплату люди должны получать однозначно. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.